Приветствую вас. Во-первых, нужно выяснить, чего вы хотите. Именно вы. Сами. Чего хотите. Именно вам. Именно вы в чём нуждается. Я думаю, что именно с этого момента можно и нужно начинать исследовать вопрос. Дальше, вы говорите, что ваш муж убегает. Вы говорите, что он убегает, вы говорите, что, по сути, он сбегает от близости с вами. Я думаю, что у этого есть причина, почему он начал так себя вести. Из-за чего он начал так себя вести. И в первую очередь, на мой взгляд, нужно выяснить, как вы конкретно повлияли на его такого рода поведение. Как вы конкретно участвовали в том, что он начал вас, грубо говоря, избегать. Вот. Было бы правильно, наверное, определиться именно с этим. То есть, не докапывать мужа, да, не пытаться выбить из него некую правду. А именно постараться определить причины его поведения в контексте того, что вы, именно вы делали. И мне кажется, что в этом заключается основная ваша задача, если мы говорим о необходимости вам помочь. Если мы говорим о необходимости наладить отношения с вашим мужем. Потому что это единственный способ по факту понять, от чего человек бежит, куда он бежит. То есть, вы на него сейчас давите, и вы на него сейчас пытаетесь давить по сути. Но это его еще больше отталкивает. Это еще больше отдаляет его от вас. Понимаете? Какая штука. И если вы будете действовать в таком формате и дальше, то я боюсь, что ваш мужчина так и будет только убегать. И все. То есть, больше там ничего не будет. То есть, ваш мужчина, он будет просто бежать от вас. Поэтому задайте себе этот вопрос. В результате чего человек начал так себя вести? Что изменилось? Что произошло? Что вот стало по-другому? Какого момента это случилось? Вот. Я думаю, что, поискав ответ именно на эти вопросы, вы могли бы, в общем-то, для себя найти его, найти ответ. Вы могли бы понять, почему ситуация складывается сейчас именно так, а не как-то иначе, не как-то по-другому. Понимают, какая штука. Безусловно, есть какие-то причины у того, что человек боится с вами близости. Безусловно, безусловно, есть какие-то причины у этого. Но какие причины именно, какие именно причины, вот, к сожалению, не ясно. Потому что на данный момент вы предоставили очень мало, как мне кажется, информации, вот, о себе и о своем браке. Поэтому, я думаю, что вам можно разобраться с этим более подробно. И я думаю, что вам можно преследовать это более подробно. Проанализировать именно свое поведение. И тогда, когда вы проанализируете свое поведение, можно уже будет говорить, вот, как раз, о вероятных причинах, того, почему, ну, это стало возможным. Именно вот, значит, в вашей семье. Вот, понимаете, какая штука. Я думаю, что примерно так можно вам ответить на вопрос. Конечно, было бы совсем здорово, если бы вы, например, поняли бы для себя, поняли бы для себя, чего вы хотите для своего, ну, мужчины, да, для своего мужа. Именно, что, что вам нужно, что вы хотите для него, вот, это, мне кажется, такая довольно, ну, довольно принципиальная история, довольно принципиальная позиция. Вот, а, и из этого, из этого, мне кажется, в принципе, ну, можно уже исходить, да, просто из этого можно, это можно использовать в качестве уже такого материала для анализа, например, да, для анализа ваших отношений с мужем, вот. Я, конечно, не берусь это прям вот наверняка утверждать, но мне думается, что в целом, в целом, именно так можно вам ответить. Если вы любите своего мужа, то ни в коем случае не давите на него. Если вы любите своего мужа, то ни в коем случае не оказывайте на него какого-то вот давления, которое могло бы как-то... оттолкнуть его от вас еще больше, вот. Ни в коем случае этого не делайте. Если вы любите своего мужа, если у вас есть, вот, значит, ну, к нему чувства. Другой вопрос, если вы хотите чего-то для себя, да, другой вопрос, если вы хотите для себя, если вас интересует именно вот то, что вам нужно, если вас интересует удовлетворение своих желаний и своих потребностей, то это, конечно, уже немножечко другая ссора, вот. Это, конечно, немножечко другой момент. Вот. Ну, в целом, в целом, как-то так, примерно. В целом, такой, такой вот, в целом можно дать вам ответ на вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Думайте о своем музе, думайте о том, с кем вы находитесь рядом. Ну, по крайней мере, старайтесь в этом направлении думать. Вот. И у вас, я уверен, все тогда будет хорошо. Хорошо. Я вам желаю всего, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. Спасибо за вами! Продолжение следует...